итак дорогие друзья я купил один из самых простых блоков управления центральным замком комплектация стандартная мануал на английском языке провода блок управления из которого торчит антенна и разъем для шлейфа кнопка для программирования дополнительных брелков спрятана внутри вот что мне особенно понравилось это брелки сделаны со вкусом увесистые хромированная рамка из какого-то сплава металла две понятны кнопки батарейки тут как на компьютерах в биосе cr2032 оба брелка уже запрограммированы подключение блока к электрозамкам осуществляется двумя способами если ваши штатные замки управляется плюсом то подключать нужно так красный плюсовой провод скручиваем желтым и желто черные провода эту скрутку из трех проводов посадите на плюсовой провод где-то между аккумулятором и замком зажигания минусовой черный скрутите вместе с оранжевым и оранжево-черным и посадите где-либо на корпус центральным замком у вас будут управлять белый и бело-черный провода их нужно сажать на провода идущие от общей кнопки блокировки дверей этого уже достаточно чтобы замки дверей исправно работали коричневые провода цепляем за аварийкой или указателями поворотов какой из них на левую а какой на правую без разницы зеленый если у вас есть кнопка доводчика всех окон цепляем к ней если нет такой кнопки заизолируйте его синий провод не нужен тем у кого багажник снаружи открывается только ключом а с салона лапкой тоже можете заизолировать второй способ для тех у кого замки управляется минусом по этой схеме я буду сейчас ставить блок на тойоту карину е красный плюсовой провод подключаем перед замком зажигания минусовой скручиваем с белым и бело-черным проводом и крепим на массу оранжевые и оранжево-черные не нужны заизолируйте их желтые и желтый черные провода подключаем центральному замку а точнее к проводам идущим кнопки блокировки всех дверей дальше как и в первом варианте коричневые садим на аварийку или указатели поворотов зеленый на доводчик окон а синий на багажник лично я два оранжевых зеленый и синий укоротил чтобы не путались при монтаже они мне просто не нужны чтобы узнать каким проводам подключаться в вашем авто найдите в букваре или в интернете электрические схемы центрального замка и указатели поворотов для вашего авто смотрим на примере моей схемы центрального замка найдем сразу плюсовой провод идущий от аккумулятора провод маркируется буквой w значит это белый цвет это будет толстый белый провод который идет от блока предохранителей замку зажигания под рулевой колонкой а вот и замки кнопки подходят провода brb и brr смотрим что это за цвета коричнево-черный и коричнево-красный у меня реле управления замками находится водительской двери нужно разобрать дверь и найти этих два провода теперь подключите к ним и заизолируйте два куска провода длиной метра по полтора и наконец самое сложное эти два провода нужно протолкнуть через гофру с проводкой идущей из двери под рулевую колонку я это делаю с помощью куска стальной проволоки к этим проводам согласно своей схемы я пока только подцеплю желтый и желто-черный провода и проверю правильно ли работают кнопки брелка кнопки работает наоборот значит желтые и желто-черные провода нужно поменять местами и все будет работать как надо осталось подключить провода к аварийке у меня ранее были вывезены провода из рулевой колонки от указателей поворотов к ним и подключу проверим работу замков еще раз все работает как надо осталось закрепить блок управления и собрать кучу болтающиеся провода когда я закончил сборку решил помыть машину брелок из кармана выпал ведро с водой и пролежал там не более пяти секунд разобрав его я был приятно удивлен внутри не было ни капли воды хотя герметичным этот брелок назвать нельзя на этом все дорогие друзья спасибо что посмотрели это видео если я помог вам ставьте лайки и подписывайтесь на канал